Вес данного шуруповерта 1 килограмм 705 грамм, тяжелая и довольно таки машина. Всем привет, сегодня у нас на обзоре вот такой вот всем известный кейс, а в нем шуруповерт Makita, модель DDR485, 18 вольтовый. Стоит такой шуруповерт 17 с копейками. Точную цену сейчас сказать не могу, так как цены меняются. Приобретен шуруповерт буквально пару недель назад, испробован в работе. Итак, давайте сначала по шуруповерту и о комплектации. Комплектуется сам шуруповерт, аккумулятор на 3 Ач, зарядное устройство DC18RC, быстрое зарядное устройство на 9 Ач, аккумулятор 3 Ач, заряжает в районе 15-17 минут. Также есть никому не нужная безымянная бита двухсторонняя с плоской и кристалиной. Что по шуруповерту? У нас на первой передаче шуруповерт выдает до 500 оборотов, на второй передаче до 1900 оборотов в минуту. Шуруповерт сделан в Румынии. У шуруповерта имеется подсветка рабочей жены, подсветка двухдиодная. После нажатия на клавишу и после отпускания горит еще в районе 5 секунд. Шуруповерт у нас безударный, имеет режим сверления и также режим трещот. Что касается патрона, патрон одномуфтовый, быстро зажимной, с фиксацией. Сейчас докрутим. Имеет замок. И дожим. Данный шуруповерт бесщеточный, имеет патрон на 13 мм. Переключатели режимов переключаются плавно, передачи переключаются плавно. Все мягко, четко. Ну а сейчас предлагаю устроить ему небольшое испытание. Сверление 20-м, самым распространенным пером, закручивание глухоля, а также тест лесенка на вот такие вот саморезы. Начнем со сверления 20-м пером на первой передаче. Ну, первая передача, думаю, никому не интересна, так как с этим справится абсолютно любой шуруповерт, даже китайский пит за 5000 рублей. Пробуем на второй передаче. Справляется на изи. Переходим к саморезам. Тест лесенка. Первая скорость. Первое положение трещотки. Второе положение. Третье. Четвертое. Пятое. Пятое. Шестое. Седьмое. Восьмое. Девятое. Как мы можем наблюдать, то есть лесенку он завалил. Лесенка идет неравномерная. Третье, четвертое, пятое практически поровну. И дальше просто уже доску пятерку сороковку прокручивает насквозь. У нас осталось последнее испытание. Это закрутим глухарь и подведем итоги. Глухарь будем крутить попелек волокна. Выставил режим сверления. Начнем мы со второй передачи. С самой высокой. Ушел в защиту. Переключаемся на первую. Шуруповерт аж вырывает руки. Шуруповерт может. Ух ты. Еще разок. Шуруповерт может. И это не удивлено. У него заявлено 90 ньютон на метр крутящего момента. В итоге мы получаем достойный аппарат за свои деньги. Отдельно такую тушку можно купить за 7000 рублей. Без аккумулятора и зарядного устройства. Также без кейса. Что считаю вполне неплохим вариантом. Так как у меня еще есть ПИД. С двумя аккумуляторами. Зарядным устройством. Также в кейсе. Но у него всего лишь 30 ньютон на метр. Так сказать. Простой бытовой шуруповерт. Этот как строительному монтажнику. Очень достойный вариант. Можно рекомендовать. Единственный его недостаток. Это то, что он завалил тест лесинга. Кому видео понравилось. Не забываем поддержать его лайком. Ну и подписываемся на канал. Чтобы не пропустить много чего еще интересного.